Так, операции и сравнения. Это те операции, которые возвращают значение типа bool, true, если выражение истинно, и false, если выражение ложно. К таким операциям относятся, равно-равно, там, например, int a равно 10, int b равно 10, 4 был c равно a равно b. Ну, здесь будет неправда. Если бы b равно было 10, то был бы true. То есть, c записывается false либо true в значениях. Давайте. C. 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 фальса нет так теперь это было равно это не равно условия если мы здесь поставим искусательный знак и запустим то получим true теперь знак меньше ну либо больше дыма подъема и так 10 меньше четырех нет значит фоллс будет фоллс так погнали дальше ну знак больше это понятно что будет true потом идут знаки больше либо равно и меньше либо равно тоже мы не будем рассматривать так все понятно ну про приоритетом получается вот эти знаки имеет больше приоритет поэтому один и вот этим меньший приоритет 2 при дальше рассмотрим логически первая операция или например был x1 равно 5 больше 6 или 4 меньше 6 это не правда false 4 мин 6 это правда и между ними операция или получаем как бы единичку правда в итоге 0 плюс 1 по логике это 1 также операция и есть а а тут уже получается это 0 это 1 а а а а ну а а операция логического сложения, но не прям или, а просто как бы логически складывает. И операция логического умножения. То есть это то же самое, только здесь два раза будет. По факту результат будет один и тот же. Единственная разница в том, что если, например, или и первое значение, например, было true, то последующие не обязательно ему компилятору считать, и так понятно, что в итоге будет true. И также операция и. Если первое выражение будет false, то понятно, что следующий итог будет false, и следующее выражение не надо просчитывать компилятору. Вот в этом и отличие. То, что когда один знак, он просчитывает и это, и это. Когда два знака, если удовлетворяет такому условию, что следующие считать и не обязательно, он их не будет просчитывать условия. Операции с одним знаком, или и, и больше подходят для выполнения разрядных операций над числами. Также по приоритетам получается, ну давайте здесь прям напишем, приоритетам это на первом месте. Ну как в математике, в принципе. А это на втором. И получается выражение true. True. False. Дадут в итоге Сначала выполнится true умножить на false. Мы получаем ноль false. А потом операция или true, или false. Получаем true. То есть не наоборот. Там true, true. Один, а потом умножили на false. Мы получили false. Нет, будет true. Так. Следующая операция логическое отрицание. Так. Восклицательный знак. Ну это если бы был а равно true, true. А уже были. Томбул. Б. Дм «С», «С» будет уже false. Что я пишу? False. It's false. фолст а пишешь фалс следующая операция это ксур исключающие или то есть когда 0 1 это 1 когда 1 0 это 1 а 0 0 1 1 это 1 мы получаем x3 равно 5 больше 6 отвечающие или 4 меньше 6 ну здесь само собой получаем true потому что здесь у нас ноль фолст есть true единица то есть вот это в слове соответствует получаем единицу true ну вот и все то есть что мы получаем то есть